всем привет дорогие друзья добро пожаловать на видео посвященная лазма густам я постараюсь максимально подробно коротко емко и понятно объяснить как это работает как их делать и где тренировать для начала пройдемте в tricks мод и зайдем на карту trick house бета 3 у нас movement стоит по умолчанию в ику-3 поэтому жмякаем cpm и нажимаем здесь у нас 12 телепортов 12 помещений 12 комнат первые шесть на первом этаже они посвящены отдельным видам деятельности первая у скейтрум вторая пады 3r стрейф стрейф в воздухе 2x rg 3x rg и плазмораз для тех кто хочет потренить плазмак лимбы можете пройти туда там грубо говоря копия вес по для ультимейта очень хорошо там тренироваться но нам нужно зайти во фристайл рум 1 заходим и оказываемся в таком помещении большом здесь все так интересно пока что ничего не понятно и все что нас здесь интересует это пол возможно стены и вот это вот площадка которая сделана с ликом надо нам это все для того чтобы потренировать наше понимание плазма бустов как работает вообще буст нам до приземления буквально за долю секунды до приземления нам нужно получить сплэш-дэмэдж от оружия с которым мы делаем буст и какое-то время проскользить при получении сплэш-дэмэджа перед падением у нас получается образовывается слик поверхность зачем нам и нужна вот эта вот площадочка для начала давайте определим как под каким углом нам необходимо стрелять чтобы получить буст сделать это достаточно легко можно посмотреть что 54 градуса мне уже не дамажит меня никак не задевает 55 даже не полностью 55 весь градус да чуть чуть ниже смещаю и уже дамажит ну грубо говоря возьмем давайте 56 и вот вплоть до не знаю вплоть наверное до 87 градуса можно делать эти бусты далее мы выяснили значит держим прицел вы примерно под 45 градусов от пола то есть по отношению к оружию 45 градусов примерно далее нам нужно прочувствовать момент слика и вообще нужно поучиться стрелять именно в тот момент чтобы у нас получался слик под нашими ногами это достигается только практикой нужно понимать что вы должны выстрелить прямо перед приземлением делаете прыжок стреляете и просто свекаете не нужно никуда торопиться нужно вам просто пока что понять как ловить вот этот момент то что вы сликаете и собственно пытаться сликать далее прыжок делать абсолютно не обязательно но в данном случае для нас сейчас чтобы намного лучше понимать как с какой скоростью вести как вести и так далее у нас как раз вот эта площадочка здесь есть свек от оружия и вот этот который сделал маппером он абсолютно идентичен также как и boost можно делать с боковыми кнопками можно делать вперед в бок нажимать и вот этот как раз площадочка она очень хорошо нам позволяет посмотреть по крайней мере на низких скоростях там и 12 густа а в основном 12 густа на комбо-картах где-то и нужны мы можем здесь как раз таки это по тренировать то есть посмотрели ощутили что а вот двигать примерно с такой скоростью и начинаете ловите и пока что просто сликайте как только понимаете что получается там буквально хотя бы вот раза два из пяти начинаете в конце добавлять прыжок сделали и прыгнули сликать вам надо примерно 250 миллисекунд ну это это вроде бы полностью время слика которая образовывается но вам нужно сликать ну максимально длительное длительное время чтобы выбить максимальную скорость при этом еще хорошо вести по слипу именно вот собственно и все то есть все заключается в понимании вот этих казалось бы простых вещей а все остальное закрепляется уже на практике далее можете попробовать чтобы немножко разнообразить скучные вот эти тренинги а у кого-то вероятно будет получаться не так сразу можете попробовать делать от стены они тоже бывают полезны бывают полезны во многих ситуациях я лично сам даже использовал один даже на карте dfwc 2017 1 во время проведения самого турнира здесь в общем-то ситуация та же самая для начала вам нужно определить угол под которым вам нужно стрелять чтобы получать дэмэдж и здесь в этом случае то же самое это около 45 градусов то есть вот примерно я думаю такой вот угол нам сойдет стреляем и начинаем свеки давайте я вам покажу одну дэмку и укажу на карту на которой в дальнейшем можно будет тренироваться и на этом собственно все и собственно карта на которой я сам тренировался этажам pgb она отлично подходит тут есть бусты во все стороны можно делать боковыми можно как угодно это все делать и давайте для начала посмотрим в обычном таймскейле там скейл 1 в натуральной скорости то есть нужно делать по моему давайте почитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 и можно еще 9 по идее закинуть но на скорости 2000 чулцов кидать плазминку очень опасно потому что сама плазминка летит со скоростью 2000 и там уже нужен нужен очень узкий тайминг нужно ловить давайте посмотрим ставим скейлом 01 теперь как это выглядит эту дымку я вам залью на google диск по ссылке в описании вы ее сможете скачать и у себя также ее посмотреть разобрать ну делать именно такой роут абсолютно не обязательно я это делал уже на рекорд вы можете себе задачу упрощать сделали 1 буст с трейфом прошли там получили допустим 12 секунд тайм потом сделали попытались два буста стрейфом прошли и главное отслеживать вашу результативность то есть не гнаться там делать сразу 15 бустов подряд а именно смотреть как ваш тайм улучшается это очень психологически и морально помогает то есть тут видите и углы какие 8 сейчас 59 был там где-то 60 был на старте 55 делал угол и сликают максимально долгое время сколько могу столько и слик ну тут все уже завязывается на ощущениях на практике кто-то сликает чуть меньше получает скорости меньше кто-то чуть хуже сликает чуть дольше точнее то получает выше но это не точно потому что можно сликать дольше но сликать как бы хуже потому что скорость зависит не только от того что вы выстрелили и от того что вы получили этот слик а еще в основном точнее вся скорость зависит именно от того насколько хорошо вы просликаете насколько хорошо вы чувствуете этот слик поэтому я вам рекомендую для общего понимания поиграть слик карты возможно чтобы у вас вот это само ощущение слика было вам присуще поиграть гб карты любые в поиске просто вбиваете гб и ищите с плазмой карты любые абсолютно можете и на этой поиграть и на любых других и собственно как сказал димон тогда у меня был бинт лучше играть в дефраг а не пиздеть про дефраг поэтому все ребят всем спасибо за внимание надеюсь что видео окажется вам полезным надеюсь что ничего не упустил всем удачи не забывайте стараться лучше